Любовь не понимает слов. В ролях Ханде Эрчел, Бурак Денис, Аскан Тагдемир, Мерве Чагиран, Агузан Карби, Тукче Карабаджак, Демет Гюль, Сулейман Филек. А также Назан Дипер. Любовь не понимает слов. Девушки отдыхают. По-прежнему? Спроси меня ещё раз, но чётче. Во мне что-то изменилось? Или что-то между нами? С каждым днём я только больше в тебя влюбляюсь. Правда? Правда. Устроим что-то сегодня? Если нет, то почему? У тебя другие планы? Если да, то во сколько и с кем? Скажи мне. Надо отвечать на чужие вопросы, чтобы люди отвечали на твои. «Знаешь, что мы сделаем?» Давай избавимся от вопросительных знаков и насладимся моментом. Господи! Как же душно в лифте! Ипек. Я думал, тебе нельзя уходить с работы в такое время. Я по тебе соскучилась. Как это? Что? Что ты говоришь, что ты сделала соскучилась? По мне? Хватит делать вид, будто ты в каком-то фильме. Подожди, постой. Ты по мне соскучилась и позвала выпить кофе? Да. Что, мне нельзя выпить кофе со своим парнем? Я соскучилась. Ладно. Да, допустим, ты по мне соскучилась. Только можно без этих слов? Без парней, заек, всякое такое. Когда я называла тебя зайкой, что за странное поведение? Теперь так всегда будет? Ну и что вы делаете, Пекханым? Вот, я тоже стучать умею. Даже громче. Такие выходки в двадцать первом веке. По столу стучать, кричать на своего парня. Тебе это не идет, Ипек. Хорошо, Керем. Дорогой, хорошо. Прости, что нельзя говорить «дорогой» или можно? Можно. Слава Аллаху, отлично. Я так рада, что можно говорить «дорогой». Прости, что ошиблась. Керем, я хочу задать тебе вопрос. Спрашивай, чего время тянуть? Мы увидимся вечером. Да. Нет. Вечером не получится. Я сегодня занят. Что? В смысле? Чем занят? У тебя что, какая-то секретная жизнь, о которой я не знаю? Ты вообще о чем? Есть такая штука, называется «личное пространство». Слышала? Я просто встречаюсь с друзьями. С друзьями встречаешься, значит, что за друзья? Почему я их не знаю? Куда вы пойдете? А раньше сказать нельзя было? Успокойся. Знаешь, меня так бесит. Когда люди заваливают меня вопросами, ты не представляешь. Мне надо идти. Мехмед? Держи. До скорого. Целую. Козёл! Проходите. Слушай, Мурат Бей. Я хочу перенести все встречи завтра утром на вторую половину дня или даже на следующий день. Но Каан Бей и Денис Бей должны завтра обсудить с вами организацию модного показа. Это не горит. Перенесите на вторую половину дня. Вы говорили, что это важно. Я знаю. Но у меня есть более важное дело. Я не знаю, когда освобожусь. На этом может уйти вся ночь, а опаздывать не хочется. Пожалуйста, организуйте это. Как скажете. Как ты, красотка? Хорошо, дружок. А ты как? Знаю, что ты на работе. Отвлекать не буду. Увидимся сегодня. Приставка, настольный футбол, нарды. Что хочешь? Ты же знаешь, я всегда с удовольствием. Но сегодня у меня другие планы, пирожочек. Какие еще планы? Какие планы? С какими друзьями? Как ты оденешься? Это до скольки? Будете играть в футбол? Ну, конечно. Во что же еще? Ты там будешь пить чай? А что-то еще? Сколько вас там будет? Десять – это целая толпа. Ну, расскажи, что запланировал? Рассказывай. К сожалению, не могу, ослы. Есть вещи, которыми я не могу делиться с подружками. Ты же понимаешь. Продолжаем по моему плану. Я объясню все подробнее, когда посмотрим на фотографии. Хорошо? Не волнуйся. Ибрагим? Приветик. Как ты? Ты предупредил Хаят, как я просила? У вас получилось поговорить? Дидем, я очень занят. Ты не вовремя. Пойдем. Ради Аллаха! Тоже мне! Но я не кто-то там. Я Дидем. Я проверну такую игру. Не поверите. Проходите. Ты не занят, Мурат? Если ты по делу. Да. Присаживайся. Я тебя слушаю. Я знаю, кто украл идею рекламы. Что ты знаешь? Насчет первого проекта. Я знаю, кто подставил Сарте. Кто? Твоя мачеха. Дирья Ханым. Ты хоть понимаешь, что говоришь? Я понимаю, как это выглядит, но... Говорю чистую правду. Дидем, если это твоя очередная игра, лучше остановиться сейчас. Ты говоришь о матери брата. О жене моего отца. Я тебя не обманываю. Это правда. Зачем Дирье было так поступать? Я тебя понимаю. Я бы на твоем месте тоже не поверила, что кто-то близкий может... Нет. Я больше не желаю тебя слушать. Ладно. Я могу это доказать. Так докажи. Не торопись. Когда придет время, ты убедишься, что я говорю правду. А сейчас мне надо идти. Всего доброго. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Чем я заслужила такой прием на этот раз? Я подумала... Да. Я подумала, разложила все по полочкам. Раскатала мысль, как тесто и отправила в духовку. И? Ты должна уволиться, Хаят. Я говорила, что не собираюсь. Мы возвращаемся в Гирисун. Ни за что. Не вынуждай меня звонить отцу. Звони, передавай от меня привет. Я все ему расскажу. Я сама расскажу. Да что с тобой такое? Что случилось? Мама, я влюблена. Что стало с записями дорог? Какими? По безопасности СРТ. Понял. С этими. Что же я с ними сделал? Наверное, они дома. Я уже не помню. А почему ты спрашиваешь? Да просто. Я все думаю, кто мог это сделать. Но даже если не найдем виновного, мы это не оставим. Не думай об этом, брат, не надо. К тому же нам в итоге стало только лучше. Новый слоган намного лучше прежнего. Мы все равно в плюсе. Согласен? Хэй-хэй-хэй-хэй-хэй, а вот и я. Купил все по списку. Керем, как всегда, к вашим услугам. Ну, с чего начнем? Наверное, стоит начать с деталей, чтобы не отвлекаться во время вечеринки. Потому что там мы будем думать о другом. Это точно. Где вы познакомились? На работе. Ты его любишь? Очень. А он тебя? И он меня. Ты уже хорошо его знаешь? Да. Он очень хороший. Настоящий мужчина. И когда ты успела так вырасти? Не печалься, но я правда выросла. Я не могу уволиться. Если уволюсь, потеряю его. А я этого не выдержу. Я не смогу, мама. Аллах. Девочка моя, ну не надо. Я думала услышать от тебя что угодно, но не это. Мне и сказать нечего. Ты лишила меня дара речи. Я не знаю, что говорить. Послушай, если человек тебя любит, он всё поймёт. Он должен понимать. Если он не уйдёт после всего, вот это будет любовь. Мне так страшно. Ничего. Ничего. Ничего, родная. Не надо бояться потерять человека, которого любишь. Как же я могу тебе помочь? А мне хочется. Ты ведь моя дочь, мой ребёночек. Ты должна поговорить с ним честно и спокойно. Понимаешь? Ладно. Кажется, всё готово. Согласен. Стойте, стойте. Шторы. Ты лучший. Нет, я так не могу. Не могу просто сидеть сложа руки. Девочки, мы должны узнать, что они сегодня замутили, с кем и что там будет. Да. Ты стала смелее после того, как разобралась с Симинаханым. Теперь такая решительная дама? Ослы, хватит бормотать. Мне даже подумать страшно, чем эти извращенцы занимаются не пойми где. С Муратом во главе. Нет. Дарук мне честно сказал, он сегодня занят. Не надо паниковать. Позвони до рук, ослы. Вы же друзья. Ничего страшного не будет. Расспроси его. Пожалуйста. Только что мне спросить? Ну всё. Осталось только одно. Ты думаешь о том же, о чем и я? Я тоже хочу об этом думать. Достаем на счёт три. Дарук. Раз. Два. Три. Ах вы. Давайте ещё раз. Я тоже выключу. Раз. Два. Три. Раз. Готово. Абонент не отвечает или временно недоступен? Телефон не отвечает. Выключен. Мы услышали. Он отключил телефон. Одно я знаю точно. Дарук никогда не выключает телефон. Подождите. Узнаем всё из первых уст. Кирен всегда берёт трубку. Он не посмеет не взять. Ну и ну. И Кирен туда же. Нет, девочки, нет. Я не могу позвонить Мурату и что-то предъявить. Не смотрите так. Ладно. Если возьмёт трубку, мы что-нибудь придумаем. Или нет, потому что его телефон тоже выключен. Я так больше не могу. Давайте поймаем их с поличным. Постой. Время охоты ещё не пришло. Надо подождать. И что мы будем делать, пока ждём? Может быть, кино посмотрим? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Алло. Алло, Ибрагим. Как ты там? Что делаешь? Я работаю. А ты как? Просто ужасно, Ибрагим. Что случилось? Мурат изменяет Хаят. Что? С кем? Со мной. В смысле? Я сегодня заходила к нему кое-что уточнить, а он позвал меня к себе домой, чтобы мы могли уединиться. Уверен, это не то, что ты думаешь. Может, ты просто не так поняла? Не знаю. Как ты понял бы предложение уединиться, Ибрагим? Да и вообще он вёл себя странно. Я просто в шоке. Не знаю, что тут противнее, что Мурат видит меня синицей в руках, или что он изменяет Хаят. Жуть. И что ты будешь делать? Пойду к нему домой, и ты своими глазами увидишь, что Мурат ей изменяет. Дамы. Я воспользуюсь этим? Таким образом, боюсь спросить. Возьму и перекрашу волосы в шоколадный. Тогда он сразу всё поймёт. Постой. Я думала, ты не хотела краситься. Теперь у меня наконец-то появился повод. Теперь меня ничто не остановит. Давайте, девочки, я готова. Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та- Не сюда, зайдем через сад. Вот она, цитадель разврата Мурадбея. Кто знает, что там. Уверена, у них там толпы женщин. И они все там тесно общаются, демоны-развратники. Смотрите, они даже шторы задернули, чтобы снаружи никто не видел, что там. Будь они прокляты. Позорище. Что же они там делают? Даже думать об этом не хочу. Гадкие усатые мужики! Отвратительно! Нет! Что ты орешь? Успокойся. Девочки, пора им отомстить. Идем. Я знаю, как войти. Девочки, давайте возьмем оружие. Надо преподать им такой урок, который они не скоро забудут, чтобы им было стыдно. Вот. Слишком просто. Это безумие. Бесполезно и тупо. Из-за этого мы в новостях окажемся. Это женский голос? Мурат, как ты мог? Как тебе не стыдно? Мы вместе меньше недели, а ты уже... Серьезно, привели сюда женщины, эти мужланы! Гады! Должен признаться, я сейчас голову потеряю. Я, конечно, немало повидал, но такую красоту вижу впервые. Вот это тоже хороша. Не хочется ее отпускать. Попробуй грудку. Она такая мягкая. Правда? Я не жадный, готов поделиться. Вот это я понимаю, шикарная грудка. И правда очень мягкая. Так и просятся в рот. Но эти бедрышки тоже прекрасны. Попались! Попались! Что? Вы с ума сошли? Тебе конец. Я тебя убью. Успокойся. И опусти сковородку, пожалуйста. Ни за что. Ты сейчас получишь. Ты сегодня прекрасна. Я поражен. Вот и славно. Я умею поражать людей, Мурадбей. Девочки, надеюсь, вы успокоились? Сначала объясните, что происходит. Святая среда. Святая среда. Святая среда, говорят. Что еще за среда? Какой-то вечер в компании... грудок, бедрышек, этих цыпочек, противных разговоров. Да, грудки, бедрышки, крылышки. Все, что угодно. Угощайтесь, дамы. Сегодня святая среда? Именно. Мы собираемся каждую третью среду месяца и смотрим классическое кино. Сегодня фильм с Тарыком Аканом. Просто смотрим фильмы и общаемся. А зачем вы шторы задернули? Я точно знаю, что тут спрятаны женщины. Что ты говоришь? Когда шторы открыты, нельзя ничего смотреть на проекторе. А телефоны зачем выключили? Тоже проектор защищаете? Вы сюда вломились со сковородками, а ведете себя так, будто мы виноваты. Да, он прав. Объяснитесь. Ибрагима, скажи мне, ты знаешь, в кого влюблена Хаят? Правда же? Возможно. Говоришь, он с ней работает? Может быть. В каком отделе? Он рабочий или сотрудник? Чем работает? Руками или головой? Да и тем и другим. И тем и другим? Какой он? Красивый. С чувством юмора. Прилично себя ведет. Умный. Хороший человек. А у него есть страховка. Как все с деньгами? Ты вообще сам пошел бы с ним на свидание? Может быть. Он толстый? Зубы белые? Ногти какие овальные или квадратные? Это очень важно. Что ты смеешься? Ибрагим постыдился бы, честное слово. Молодец. Ты, оказывается, был бы хорошим шпионом. Умеешь хранить секреты? Значит, ты пришла шпионить? Не смейся надо мной. Мне и так стыдно. Не надо давить еще больше. Это мне тут не доверяют. Я уязвлен. Это унизительно. Позвонила бы прежде, чем нападать. Ты отключил телефон. Так ты звонила? Да, звонила. Звонила, да. Чтобы меня отчитать? Нет, не совсем. Может, я просто волновалась. Я просто переживала. Ясно. Прямо как в тот раз после нашего первого ужина вместе. Нехорошо так вламываться, ты же понимаешь. Надо было предупредить. Тут могла бы быть другая ситуация. Какая, боже упаси. У Керема и моего брата есть девушки. Но я ведь мог быть с кем-то. Представь, она тут же спросила бы, что это за рыжая дама? Нет, нет, я не собиралась тебя допрашивать. Просто я за тебя волновалась. Я пришла сюда в качестве моральной поддержки. Ты сам видел, в каком состоянии девчонки. Я не могла не поддержать их. Эпек, ты с ума сошла? Что это за выходки преследовать меня? Понимаю, ты меня обожаешь. Но всему есть предел, честное слово. Всему есть предел? Ты мне каждый час названивал с самого первого дня наших отношений. А потом я тебе звоню, телефон выключен, и теперь уже ты мне что-то предъявляешь? В чём дело? Я что, должен тебе всё рассказывать? Конечно. Мой мужчина должен мне всё рассказывать. Никаких секретов, никакого личного пространства. Мы всегда вместе, ты всегда берёшь трубку, а если нет, я сбрею тебе усы. Вот оно что. Ты прибежала, а я ушёл. Моя игра только началась, Керем. Вот увидишь. Если бы ты на самом деле всё это сделал, то... То? Я была бы очень недовольна. Вот и всё. У меня есть идея. Какая? Расскажи мне, что ты делала той ночью, мы закроем тему, и таких ситуаций больше не будет. Я не могу. Почему? Пожалуйста, не настаивай, я не могу. Ты хоть понимаешь, что я чувствую, когда ты так закрываешься? Поставь себя на моё место. Ты бы не переживала за любимого человека? Мурат, я не хочу обманывать. Но сказать правду не могу. Почему, любимая? Потому что я её попросила. Простите, не хотела подслушивать, просто вышла подышать. Это я... Тогда позвонила Хаят. Возникла проблема с моим отцом. Я попросила Хаят никому не говорить. Можешь спросить Керема, у меня проблемы с отцом. Нет, я верю. Это было необязательно. Зато теперь никакого вранья. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА